...сервис по аренде автомобилей, а нормы, которые касаются аренды транспортных средств, они прописаны в Гражданском кодексе, но они прописаны очень давно, еще задолго до появления каршеринга. Действительно, сейчас это, наверное, одна из актуальных проблем, потому что для того, чтобы, например, арендовать машину, скажем так, в обычном образом, то есть прийти и взять машину на несколько дней, необходимо встречаться с сотрудником компании, заключать письменный договор, предъявлять все свои документы, удостоверение водительское и так далее. Сотрудник в этом шейте изучает, удостоверяется и потом выдаёт автомобиль. Для того, чтобы арендовать каршерин, необходимо зарегистрироваться в виртуальном кабинете, отправить свои данные, фотографии, селфи с паспортом, удостоверение водительское и пользоваться автомобилем. Вот здесь возникает проблема, потому что есть много поддельных аккаунтов, есть много людей, которые касаются, будучи решены право управления,